Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И сегодня мы будем с вами говорить о третьей части символа веры. Прошлая наша передача была посвящена второй части или второму члену символа веры. Но сегодня будем продолжать изучать символ веры. Третья часть звучит так. «Нас ради человек и нашего ради спасения, вшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святая и Марии Девы, и вочеловечесся». Великая тайна. Мы уже о ней стали говорить о том, почему мы обращаемся к Богу с такими именами. Это совершенно понятно. Господь, Иисус, Христос, мы сказали и о Спасителе, и о том, что Он является помазанником Божиим по человеческой своей природе. И, конечно, Господь приходит в этот мир для того, чтобы нас спасти. И для этого Он принимает человеческую природу. Он вочеловечивается от Духа Святая и Марии Девы. Это очень важно, конечно, понять. И это нужно принимать так, как даёт нам Святая Церковь. Опять-таки, понимание очень тяжело найти в этом, потому что мы всегда привыкли мыслить земными какими-то рамками, нашими человеческими отношениями. А здесь уже даётся, конечно, такой пример и жертвенного служения, и сверхъестественного пришествия в этот мир. От Духа Святой и Марии Девы, участия Бога и участия человека вот в этом спасительном процессе, потому что другого никто не может не предложить, и по-другому не может быть. Богу нужно было прийти, чтобы исправить человека. У человека нет ни сил, ни возможностей, не может слепого привести к чему-то. ни у родителей, ни у тех людей, которые жили после грехопадения, и, конечно, не обладали этой силой. И думали, что как раз вот, если Бог даже и дал обетование человеку, что придёт время, когда семя жены сотрёт, главу змея, и Адам, и Ева думали, что вот рождённые дети, от них, они, наверное, то избранное семя, которое исправит их грех. Но когда Авель, Вероникаин убивает Авеля, они видят, что грех только усугубляется в их детях, что и к их греху добавляются ещё и грехи детей. И поэтому они поняли, что это не то семя, которое может, семя жены, которая сотрёт главу змея. Поэтому спасение, оно начинает удаляться, и у человека нет возможности, нет сил преодолеть вот этот кризис. И поэтому сам Господь приходит для того, чтобы спасти человека, чтобы примирить его с собой, и чтобы действительно была исполнена и всякая правда на земле, и правосудие Божие. То есть нельзя что-то искусственное. Бог мог уничтожить землю, сотворить новую, но здесь не было бы вот такого удивительного процесса, процесса нашей жизни, наших переживаний, наших и падений, и восстаний, и нашего покаяния, и нашего желания и стремления к Богу. Ведь не случайно Господь не сразу даёт, а ведь проходят несколько тысячелетий, тогда, когда было угодно вычеловечиваться Господу здесь на земле, то есть принять образ человеческий и прийти на землю. Для этого нужно было время. Время созревания самого человечества. Ведь Бог всё может сделать, как говорят святые отцы, но нас без нас спасти не может. Без нашего участия, без нашего желания, без нашего произволения. Да, Бог не проявляет насилие над человеком, но Он ждёт, когда мы Его пригласим. Тогда, когда мы на небо будем смотреть и верующими глазами, и в то же время глазами, которые устали от скорби, устали от трудностей, устали от переживаний. Тогда, когда мы сами начинаем Его приглашать. «Приди, Господи, и вселися вны, и очистины», то есть всякие скверны. Мы просим Бога, чтобы Он приходил и участвовал в нашей жизни. И тогда Бог приходит. Он не отказывает, потому что? Да потому что Он любит нас. Он даже Сына Своего Единородного посылает, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Причём Господь никогда не устранялся от человека. Он участвовал в его жизни, Он участвовал в его формировании, в его духовном пути. Сделал всё для того, чтобы человек имел истинное богопознание через пророков, через священное писание, через сверхъестественное, опять-таки, откровение. Он всё сделал для того, чтобы человек имел какую-то связь с небом через то ветхозаветное, может, богослужение, через те жертвы, которые приносили, через тот храм, который был, через, опять-таки, первосвященников и священников, которые совершали это служение истинному Богу, через те традиции, обычаи. То есть Он никогда не оставлял человека, но Он ждал определённого момента, когда же тоже, чтобы Бог мог прийти для того, чтобы спасти нас ради человека и нашего ради спасения, ради людей. Вот так Бог возлюбил нас с вами. Каждого человека, который был на земле, который сейчас живёт, и которому ещё предстоит только родиться и жить на земле. Бог всех любит. Он, конечно же, всё делает для того, чтобы каждый из нас пришёл в разум истины и прикоснулся к спасению, которое, опять-таки, не от человека, но которое исходит от Бога, но при участии, опять-таки, человека. Поэтому человек не мог, а Бог не может тоже насильно ничего творить. И вот здесь, когда соединяется и воля, и желание человека, то и Бог приходит, чтобы помочь человеку. Конечно же, за весь этот период времени была особая подготовка. Это не только внутреннее желание самого человека, но ещё и подготовка, чтобы человек знал, что не всё случайно, и не всё стихийно приходит в этот мир, но это приходит по благословению Божьему. И то, что так подобает быть. И когда мы читаем слова Священного Писания, мы очень чётко в Новом Завете слышим слова «вот так подобало быть». Об этом говорили пророки вот с такой-то книги. Вот так они говорили, вот так они говорили, что будет. То есть то, что произошло со Христом здесь на земле, и в Его явление, и Его рождение, и Его воплощение, и Его возрастание, и Его служение, и определённые моменты Его служения, и затем уже и само распятие, и казнь, и отношение людей к Нему, одних и других, и предательство Иуды. То есть и Его воскресение, и Его вознесение, и сошествия Святого Духа всё было описано. То есть Священное Писание настолько чётко говорит нам об этом, чтобы люди имели какие-то моменты подтверждения, тот ли это Мессия пришёл или не тот. И когда действительно кто знал хорошо Священное Писание, то он видел, что именно пришёл Христос, потому что в нём как раз и исполнились те пророческие слова, которые были в разные времена. Ведь Бог не просто там перед пришествием Христа Спасителя в этот мир дал какие-то определённые знания. Нет, Он дал их ещё задолго до этого пришествия. Почему дал? Да потому что готовил человека, и человечество готовилось не один день и не одну минуту. И много подтверждений в Священном Писании. Мы уже не говорим о таких великих пророках, как псалмопевец Давид, как пророк Исаия, которые настолько всё реально описали. И мы с вами, разбирая псалтырь, подчёркивали христологичность псалтыри и говорили как раз о том, что сколько почти каждый псалом – это пророчество о Христе, о Его служении и о тех страданиях, которые Ему предстояло пронести ради нашего спасения. Поэтому всё Бог делает нас, ради нас, человек, и нашего ради спасения. Это не было какое-то стихийное действие, совершенно необдуманное или направлено против человека. Всё направлено на нас. Так вот поступает любовь Божия. Жертвенно. Мы ещё раз можем сказать слова Священного Писания. Так и возлюбил Бог человека, что послал Сына Своего Единородного в этот мир, дабы верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот так вот Господь полюбил. Но не было ничего стихийного. Вот Господь всё это время готовил. И готовил не только избранный народ, Он готовил и всё человечество, и языческий мир. Он также готовился через определённые действия, действия, которые происходят в этом мире. Конечно, промысл Божий, он всегда надо этим миром. Мы ещё об этом с вами поговорим. А вот избранный народ, конечно, он готовился через очень прямое указание, через Священное Писание, которое, опять-таки, очень сильно говорит. И там было понятно. Пророк Исаия говорит о том, что Спаситель родится от Девы. Пророк Михей, что он родится в Вифлееме. Пророк Малахия предсказал, что Спаситель придёт в храм Иерусалимский вновь, построенный после плена Вавилонского, и что перед ним послан будет предтеча. Пророк Захарий предсказал о его входе на ослятие в Иерусалим. Пророк Даниил предсказал, что Христос за 490 лет. В какое время будет Рождество Христово? То есть настолько были даны очень ясные, чёткие сигналы. И по этим сигналам, по этим пророчествам, конечно, Христос был узнаваем. Мы с вами говорили, что Господь тем самым готовил весь мир к тому, чтобы Христа восприняли. Было тяжело, конечно, было непросто, потому что были и взлёты, были и падения. Была верность и неверность. Было смешение интересов и божественных, конечно, когда избранный народ уходил в языческое служение. Но среди всех этих трудностей всё равно Господь чётко освещал путь и готовил тех, которые бы достойны были послужить именно пришествию Христа на землю. И такое случилось, такое произошло. Некоторые говорят о том, ну как же так, ну почему люди не узнали его? Да потому что они узнали по неверию и разращенности, сам Спаситель сказал. Многие не верили, а кто-то не имел готовым своё сердце. И, конечно, многие-то как раз и восприняли Христа, потому что ждали, а весь мир ждал. И, я говорю, ждал и языческий мир, пришествия Христа Спасителя, потому что языческий мир до этого уже стал объединяться во одно единое государство. Конечно, это сильное римское владычество, которое в культурном отношении также готовило людей. И за 200 лет до пришествия Христа Спасителя было переведено в священное писание Ветхого Завета, сейчас мы называем его, на, конечно, эллинский язык, язык тогдашнего культурного мира. И через это уже знали о пророчествах, о пришествии Спасителя на землю. В других народах также говорили, что придёт спасение с Востока. И на Восток смотрели всем глубочайшие надежды. Языческий мир тоже не мог уже жить, уже не было интереса к жизни. Давайте сегодня будем есть и пить, чтобы завтра умереть, говорили одни, другие говорили о темпе Роу Моро, со временем нравы. То есть ужасались тем нравом, которые существовали в этом обществе, потому что невозможно было смотреть на ту пустоту, или на тот грек, который царил везде, особенно в Риме. И люди, конечно, ждали каких-то перемен. Так жизнь на земле не может продолжаться. И действительно уже с надеждой смотрели на пришествие в мир Спасителя. И потом, какое преображение этого мира, какое новое вдохновение в этот мир принёс сам Господь. Как люди стали преображаться, как люди стали любить Бога, и готовы были идти за Господом даже до смерти и мученической смерти. То есть действительно удивительнейшие события, которые начали проходить в этом мире. И поэтому вот символ веры, и он нам говорит такие важные слова. Нас ради человек, и нашего ради спасения. Не было просто пришествия, но всё человечество ждало пришествия Господа. И поэтому он приходит, он принимает на себя, чтобы совершить, принимает образ человеческий, чтобы совершить вот это очень важное служение, которое просто необходимо для всего человечества. Конечно, Священное Писание везде подбодряет и говорит нам и словами пророка, что «Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открыся, или ослеплю очи их, и окаменел есть сердца их, да не видит очима, не разумеет сердцем, и обратятся, и исцелю их. Ксиерича Исаия, их довидя слава Его и глагола о нём». То есть то, что вот смущение вводит то, что не каждый воспринял Христа в те времена, ну и всегда, и это, наверное, есть и такое, и в наше время, когда не каждый человек также воспринимает Бога. В те времена были ослеплены они своими глазами, и окаменелы были их сердца, ну и в наше время, немало тех, которые и слепы, и также у которых окаменелы сердца, потому что они не могут воспринять Божественного Спасителя, который пришёл нас ради человека, и нашего ради спасения. Невозможно было бы это спасение, невозможно было бы нам всем прикоснуться к этой великой тайне, к этой великой милости, которую Господь принёс на землю, если бы не было его воплощения. Но мы соприкасаемся, и сегодня мы должны укрепляться и вот проводить какие-то аналогии и в нашей жизни. А почему вот происходит так? Почему вот тот опыт для нас не является каким-то очень хорошим уроком? Ведь те, которые не приняли Господа, они или смеялись над Ним, они же подвергли и себя, и свой город, и свой храм такому испытанию. То есть человеческая жизнь, человеческая судьба, она зависит от Бога, как от источника света. Если мы не имеем этой связи с небом, то, пожалуйста, вот эти страдания, они, конечно, и приходят в нашу жизнь. И человеку Господь и даёт разум, чтобы мы с вами рассуждали о путях Божьих. А что было с этими людьми? А что было с их гор? Город разрушен. Они были подвергнуты такой страшной, ужасной картине, когда был разрушен Иерусалим, когда было столько крови в Иерусалиме от убитых людей римскими войсками. Это, конечно, страшная история, страшная картина. И их неверие, и их нежелание воспринять Христа имело ли под собой какое-то основание. И такое же основание есть у тех людей, которые сегодня не воспринимают Христа. Те воочию не воспринимают, мы не воспринимаем, потому что мы не хотим верить в Бога, не хотим иметь какое-то к Нему отношение. Но история, она всё равно показывает, что мы все находимся в глубочайшей связи. Если мы в связи с небом находимся, то небо всегда помогает нам. И если мы отказываемся от неба, то и небо не общается с нами, потому что Бог никогда не будет творить насилие. Бог там, где Его зовут и где Его приглашает. Вот туда Он идёт, и там Он начинает помогать. А так, конечно, всё то, что Господь сделал ради нас, оно может пройти мимо нас. То есть мы пожили, поели, попили и ушли в никуда. К вечности прикасается только тот, который идёт за Христом. Дверь в вечность — это дверь, которая и называется Христом. Если мы открываем своё сердце для Господа, значит, и Господь принимает нас в своей вечности. Если мы закрыты, конечно, опять-таки, никакого насилия над человеком не будет происходить. Бог несколько раз будет предлагать каждому из нас, но выбор всегда за нами. Поэтому я думаю, что ещё и Господь даёт нам возможность и через символы веры поговорить и об этих вещах, чтобы мы понимали, для чего нам нужно это всего. Для того, чтобы увидеть всю историю жизни человечества. Это тоже наука, это тоже школа, школа уже такого спасения самого человека. Как на это не обращать внимания? Конечно, мы не можем на это внимания не обращать. Поэтому Священное Писание, оно так и называется у нас. Например, что такое? Библейская история Ветхого Завета, библейская история Нового Завета. То есть есть определённая история. Это не то, что взято откуда-то, это взято из нашей жизни. Это наша жизнь, это уроки этой жизни. И мы должны, конечно, быть хорошими учениками и делать определённые выводы. Тогда, конечно, мы будем понимать, для чего. Для чего вот глубочайшая часть, очень символы веры, и каждое слово очень интересно. «Нашего ради спасения». И мы в это верить должны с вами. Это такой же они приложены постулат, как и остальные догматические вопросы, которые будут открываться нам через Священное Писание. «Нас ради человек и нашего ради спасения». Опять-таки, Господь приходит в этот мир, но Его приход, Он очень таинственный. Он очень сокровенный. И здесь не случайно, потом уже мы с вами будем говорить на следующей встрече, продолжим говорить о третьей части символа веры. «Шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы и вочеловешейся». Конечно, Господь сходит с небес, потому что никто не мог исполнить. Только Он мог исполнить эти кривизны. Он сам в самом себе исправляет природу человеческую. Природу, которая нарушена одним непослушанием, которая превращается уже в плеаду таких грехов. И человеческая воля, она больше уже не склонна творить добро, она больше склонна ко греху. Вот человеческая природа набирает эти грехи, совершенно делает больного и испорченного человека. И Господь принимает плоть человеческую, чтобы в самом себе исправить, исцелить человека, упразднить человеческий грех. И через свое страдание, будучи безгрешным, но во всем подобен человеку, кроме греха, Он, конечно же, принимает на себе грехи человеческие и восходит с ними на крест. Он безгрешный, страдает за грехи всего мира. Он омывает грехи вот своей божественной кровью. Это цена спасения человеческого. Но, опять-таки, все это великая тайна. Тайна, которая происходит вот таким образом. Участие и самого Бога через Духа Святаго, и, конечно, от всего человечества участвует та избранница Божия, и та Дева, которая своей чистотой, высотой своей жизни и своим глубочайшим смирением открывает путь прихода Господа на землю и Марии, Девы. И, конечно, в следующий раз мы будем с вами обязательно говорить о Боговоплощении, будем говорить о Пресвятой Богородице, о Ее роли, о Ее служении, о Ее почитании, о Ее молитвенном предстательстве и заступничестве за вес род человеческий. Это тоже очень важная вещь, и человек, который встает на путь служения Богу, он должен знать об этих вещах. Опять-таки, у нас нет задачи углубиться полностью во все догматические вещи, но мы должны понимать, что они есть, и то, что есть некие тайны, которые, опять-таки, открываются нам сегодня, и в это нужно верить, это нужно понимать, это нужно принимать и быть благодарным всем тем, кто послужил на этом спасительном пути. Знания, они будут укреплять веру, знания будут упражнять сомнения, и знания будут нам помогать давать ответы на многие вопросы. А сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас все, Господь, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok